Премьер Армении Никол Пашинян, как и ожидалось, отказался ехать в Москву на парад победы в честь 75-летия победы в годы Великой Отечественной войны. В официальном письме президенту России Владимиру Путину Пашинян мотивом указал тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране. Однако армянские СМИ выяснили истинные причины отказа премьера Армении ехать в Москву. Как пишет Грапарак, российская сторона в ходе подготовки визита потребовала пройти тест на коронавирус по прибытию в Москву у Пашиняна, который, по его уверению, переболел коронавирусом в начале июня. Отметим, что многие тогда усомнились в правдоподобности сказанных слов относительно его заражения и быстрого выздоровления. Армянская сторона предложила свой вариант решения проблемы – отправить отрицательные результаты на ковид-тесты Пашиняна, пройденные в Ереване. Но российская сторона отказалась, настаивая на том, что они должны проверить премьер-министра Армении на месте. Армения является самой опасной страной в регионе с точки зрения распространенности коронавируса, и инфицированный Пашинян подверг бы риску здоровья Путина, находящегося в возрастной группе. Согласно тому же источнику, армянская сторона сделала все возможное, чтобы освободить Никола Пашиняна от перспективы прохождения теста в России, но потерпела неудачу, поэтому и пришлось отменить визит, опасаясь неблагоприятных результатов теста. В частности, если бы выяснилось, что в организме Пашиняна нет антител, то история о его болезни и чудесном выздоровлении оказалась бы примитивной выдумкой. Мгновенно заболевающий ковидом и волшебным образом излечивающийся премьер-министр – довольно рискованное соседство рядом с мировыми лидерами. Напомним, 1 июня премьер-министр Армении сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом. Пашинян самоизолировался в своей резиденции, но каждый день проводил пресс-конференции, приглашая к себе в резиденцию членов правительства, полицейских и других госслужащих для участия в брифинге. Эксперты усомнились в словах премьера Армении, считая, что Пашинян пытается вызвать жалость у населения, которое с каждым днем все больше выражает недовольство правительством из-за тяжелых экономических последствий пандемии. Однако, учитывая историю семьи Пашиняна в лице дедушки премьера, который, как известно, был бойцом армии Вермахта, то участие Никола Ваваевича среди лидеров других стран на Кратной площади 24 июня стало бы главным недоразумением праздника Победы. Субтитры создавал DimaTorzok